Нам надо опять-таки понять, если это телевидение заработает, кто его финансирует, как собираются средства, какие отчеты ведутся. То, что народ Украины сделал по обеспечению армии, все те десятки миллионов гривен, которые были собраны на сегодняшний день, показывают лично мне и нашей команде, что это в принципе возможно при правильной организации, без политиканства, без политиков, основываясь на гражданском обществе. Все международные эксперты в галузе медиа, которые ведут Украину, находятся на то, что, чтобы общественный язык работал, первое, нужно, чтобы была политическая воля, воля государства. Государство должно создать общественный язык и идти в сторону. Как на вашу думку, есть сейчас такая политическая воля, воля государства? Я думаю, нет. Судя по тому, что происходит сейчас, я не думаю, что... Ну, держава. Держава это представить определенные, мы говорим, держава, подразумеваем определенных личностей, которые стоят во главе державы. Я не верю, что эти личности на сегодняшний день готовы отдать огромную часть информпространства народу Украины. Потому что, если народ Украины сможет выйти на свое телевидение и сказать правду, мы можем понять, что тогда может случиться с рейтингами, с неким обликом тех или иных политиков и тех лидеров державы, которые сейчас ее представляют. Дякую. Молодцы, человек. А можно мы у вас с ним телефону садим? Не взять надо его? Нет. Это вы у всех собираете мнение, как вы уже... Ну, да. То есть, бары-то, да? То есть, бары-то, разбираются, ну, это может быть все возможное, как бы такие запустить. Угу. Вот. И мы будем популяризовать, потому что, ну, много кто и не знает, как это, и что это, и что это, и что это еще. Ну, это, конечно, несколько это реализовано, потому что на сегодняшний день это, конечно, мрак. А ты думаешь, что реклама мая будет у нас принимать облачен? Это хороший вопрос. Мне сложно сказать. Реклама, это же опять-таки. Реклама, с одной стороны, нужна, она должна зарабатывать деньги. Естественно, на пожертвованиях, но его можно на пожертвованиях запустить. Его можно какое-то время продержаться на этих пожертвованиях. Но реально, я же понимаю, что если это будет настоящее национальное вещание, то нужно торговать, условно говоря. Вот здесь становится вопрос, кто у руля, как вырабатываются законы торговли. То есть тут масса-масса нюансов, чтобы мы в итоге не получили типа того законно-иллюстрации, который мы сейчас имеем, который как бы есть, а на самом деле, ну, лучше бы его не было на самом деле. Я всегда боюсь, когда вот политики включаются в какие-то вещи, чтобы вместе с громадскостью, естественно, потом политики у дельный вес больше, финансов больше, начинают это все перетягивать на себя. Бедные лидеры громадских объединений, они даже и не понимают, где в какой момент их подставят и как потеряется их какой-то рейтинг среди своих же товарищей. Ну, в итоге, естественно, проблемы возникают. Поэтому, если это все заранее не продумать и собрать какой-то, ну, я не знаю даже, кого надо собирать, каких специалистов в этой отрасли, чтобы это можно было, в принципе, сделать. А для меня это сложный вопрос. Поэтому, не знаю, это вам виднее, журналистам, те люди, которые могут что-то делать. Так что, да. Ну, побачим. На выходе, на выходе, на выходе, на выходе, на выходе. Дякую вам. Да что же нам надо будет, щекать щекать? Я сейчас наберу, сейчас могу. Я сейчас наберу, узнаю.